Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На поляне был мужской приход. Два парня пришли к Саше Гозиас, Сергей и Максим. Костя Иванов пока не видит в них соперников, но и ребята не сдаются и готовы показать, на что они способны. Марина Африкантова и ее мама прилетели в Дубай, заселились в отель. Они наслаждаются хорошей погодой и понятия не имеют, где Андрей Чуев. Марина говорит, что она прилетела, чтобы отдохнуть и пообщаться с Таней Киосей, обсудить с ней некоторые вопросы. Кристина Лисковец и Тимур Гарафуддинов улетели на Сейшелы в качестве друзей. Не успела Кристина покинуть поляну, как в тот же день Федя Стрелков, которому очень нравилась Кристина, переключился на ее подругу Лизу Шароху. И ребят уже видели целующимися. Катя Король наконец-то съездила в ЗАГС. Она подала на развод с Винцеславом Венгрыжановским. Как она сама говорила, их брак всего лишь был взаимовыгодной договоренностью. Также выяснилось, что в свидетельстве о браке была допущена ошибка и поэтому брак недействителен. Так что в течение нескольких месяцев все исправят и их автоматически разведут. В семье Жемчуговых отметили день рождения Миши, посидели тихо, по-семейному. Малышу исполнился годик. Андрей Черкасов рассказал в интервью, когда же он уйдет с телепроекта. Он заявил, что до конца года уходить не собирается и вот-вот у него уже будет двухкомнатная квартира. Морально и материально он готов к семье и к детям. Осталось найти девушку. Любой, кто видит, как я вожусь со своей любимой собачкой Монечкой, понимает, Черкасов будет потрясающим отцом. Я готовый папа, так что налетай, говорит Андрей. Но и Вики Романец, которая делает попытки вернуть его, он не дает никаких шансов. В сети появились слухи, что Вова Гаути обманывает Катю Гужвинскую. Оказывается, в Туле у него не только бывшая жена и ребенок, а также и бывшая девушка. Якобы они очень любили друг друга, даже собирались пожениться. И после одной из многочисленных ссор Вова пропал, и девушка его нашла теперь уже на Доме-2. Так что, может быть, она придет к нему на проект. Ее зовут Светлана Афанасьева, и она пока в раздумьях. Также на проект планирует вернуться бывшая участница Варвара Третьякова. Женя Гусева снимается в Чебоксаврах в фильме Егор Шилов. Ходят слухи, что ей пришлось сниматься в откровенных постельных сценах. Изначально эта роль предлагалась известной порно-актрисе, но она отказалась, потому что не хочет рисковать своим семейным благополучием. Сама Женя это все отрицает. Она говорит, друзья, у меня прекрасная роль без обнаженки, без пошлости и поцелуев. Вам очень понравится, я практически киллер. Алена Водонаева, бывшая участница проекта, рассталась со своим парнем, молодым татуировщиком Коротковым, за которого она собиралась замуж. Роман Алены продлился около года, что можно считать рекордом для нее. О разрыве Алена заговорила после возвращения из длительного отпуска в Таиланде. Еще одна бывшая участница, Наталья Кривозук, поделилась с подписчиками радостью. Известный российский режиссер сделал ей предложение руки и сердца. Сейчас девушка известна, как Наталья Барду, она снялась в нескольких фильмах. Она похвасталась букетом цветов от своего жениха и колечком с внушительным бриллиантом. Настя Ковалева, брак которой не выдержала нескольких месяцев, продает свое свадебное платье за 200 тысяч рублей. Как она пишет, такое платье только одно в мире. Стоило оно 560 тысяч. Одета было всего раз. Налетайте. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!